итак добрый день уважаемые коллеги я рад вас приветствовать на очередном нашем мастер-классе который сегодня будет полностью я надеюсь посвящен теме и телевидение и творчество на телевидении и творчество вообще в нашей профессии и как творческие профессии могут использовать потенциал наверное нашей профессии а для этого я под ваши бурные аплодисменты хочу пригласить сюда на эту сцену нашего сегодняшнего мастера это известный телеведущий актер ведущий художный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи русская лото внимание профессор и заведующий кафедры режиссуры театрального института имени щукина заведующий кафедры эстрадного искусства российского университета театрального искусства член жюри фестиваля созвездие елдозлык это уже нашего фестиваля михаил борисов ваши бурные аплодисменты и здравствуйте 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 коллеги поскольку вот елдозлык прозвучал вы не не первый год наблюдаете за развитием этого фестиваля не безинтересно он с вашей точки зрения развивается он стоит на месте он уже пик свой достиг вот как вы оцениваете то что сейчас видите наблюдаете в качестве члены жюри фестиваля елдозлык с одной стороны с одной стороны он в чем-то остается постоянным и это хорошо потому что чем старше вы будете становиться тем более вы будете ощущать тягу к здоровому консерватизму если вас интересует телевидение то телевидение в основном живет рейтингами которые получают от тех кто тяготеет постоянным тех кто не очень любит когда часто все меняется и на телеэкране в том числе вот и созвездие конечно во многом остается постоянным не иссякает тяга детей к тому чтобы заниматься творчеством не иссякает тяга родителей чтобы их дети развивались а как известно пение освобождает психику а танец освобождает тело к сожалению ничего нет более закомплексованного чем молодые красивые люди наверное многие из вас это ощущают я тоже когда был молодой а как ни странно я тоже был молодой вот я собственно говоря был наделен очень многими комплексами мне казалось что я хуже чем многие мне казалось что я в чем-то абсолютно такой же как все и я не оценивал не мог оценить свои качества данные хотя если говорить серьезно то у меня телевизионный стаж 55 лет молодые девушки нам с ужасом подумали а сколько же ему тогда есть он 50 дело в том что я пришел на телевидении на 12-летний мальчиком в детскую редакцию я бы вот этим маленьким артистом которые которых вы очень часто видите на телевидении и до определенного возраста играл в телевизионных спектаклях пока уже не подрос до такого состояния когда нас сменили первокурсники театральных институтов нас вытеснили и уже могли играть это студенты театральных вузов более профессионально наверное и тогда я первый раз уж ушел с телевидения и и чувствовал себя абсолютно преданным брошенным растерянным потому что ничего другого я себе и не представлял в жизни но вот оказался таскать на обочине телевизионной жизни первый раз родители меня заставили поступать в технический вуз я поступил московский горный институт неизвестно зачем но по каком-то стечении обстоятельств я туда поступил хотя мне пришлось сдавать те предметы которые я не очень любил вот и состоялось второе пришествие на телевидении команда квн этого института вышла на телевизионный экран и я стал телевизионной звездой во второй раз причем ни с чем не сравнимо это потому что тогда мы играли в тот квн доисторический я до сих пор поддерживать дружеские отношения с теми кто как тогда играл это мои на современники это лёня якубович юрий соломонович гусман вот я знаю я видел первый выход саша маслюкова на телевизионный экран это страшно подумать вот и потом я играл уже в квн это было второе искать там моё телевизионное состояние она продлилась года четыре наверное пока не закрыли квн его закрыли семь втором году я получил неоценимый опыт я играл в прямом телевизионном эфире еще то есть практически я мог сказать в микрофон все что я хотел сказать а за это отвечала молодежная редакция вот и потом квн кончился я второй раз в жизни оказался брошенным преданным никому не нужно и какое-то время я искал себя но я продолжал работать в театре руководил студенческим театром ничего кроме театра меня никогда не интерес не интересовало а потом я поступил в театральное училище нищукино закончил режиссерский факультет стал режиссером уехал из москвы возглавлял театр проработал пять лет главным режиссером томского областного драматического театра в сибирь сибирь уехал никогда не уезжал из москвы больше чем на месяц в пионерский лагерь там или на на юг а так поехал в сибирь так меня там и звали мамин сибиряк вот а потом когда вернулся еще раз попал на телевидение вот наверное это очень странное сочетание и вы тоже меня представляли телеведущий русского лото а потом заведующий кафедры режиссер кажется странно как это шоу-бизнес и и вдруг заведующий кафедры серьезного вуза серьезные кафедры кафедры режиссуры я заведующий кафедры эстрады вот тут вижу уже выпускников наш но вы знаете это довольно странное ощущение но так получилось так получилось я еще несколько передач делал разных и спортивные передачи вел на спортивном канале до появления матч-тв на спортивном канале счетом до россии 2 к олимпийским играм в пекине я вел передачу пять колец вел передачу умный нашелся которую мы сами сочинили и сами снимали с моим другом артем михайловичем тарасовым увы нет живых уже вот вел еще чего-то какие-то телепрограммы но вот телевизионную программу русское лото как ни странно я веду уже 23 года может быть и ваша жизнь так сложится и вы будете не всегда вам придется делать то что хотите но с другой стороны телевидение есть телевидение общение с людьми есть общение с людьми там много интересного и передача у нас сначала начиналась как культурно развлекательная там было много информации мы много чего придумали и это было очень интересно даже для тех кто смотрел ее без без билета ну вот и сейчас больше она стала такая такой более технический розыгрыш но вот я вчера я пошел пройтись по улице баумана я даже не представлю в москве не знаю практически не ощущаю к себе такого внимания на улице а тут какая-то была бесконечная фотосессия и и чего-то такое все люди ко мне приставали вот можно с вами сфоткаться все время здоровались за руку очевидно они считают что если они за меня поддержатся то они что-то выиграют я себя почувствовал этой самой собакой на площади революции в метро которые там нос натирают до блеска студенты которые идут на экзамен и все я чувствовал что у меня там все время можно с вами здрасте можно с вами можно своими сфоткаться ну вот а созвездия я уж так прошелся по кругу возвращаясь к созвездию созвездия и меняется и по-прежнему выполняет очень мне кажется по-настоящему недооцененную руководством татарстана функцию потому что это не просто там дети пляшут и поют это великий опыт понимания коллективизма потому что театр искусства коллективная и это коллективная ответственность воспитывается в ребенке я сейчас не воспитывает школа потому что сейчас в школе каждый за себя и и не воспитывает детский сад потому что это сегодня игра престолов и самолюбий значит там мне кажется детей совершенно дезориентирует это великий опыт ответственности по отношению к работе у нас не китай и у нас отношение к работе еще надо воспитывать потому что в основном воспитаны какие-то негативные отношения к работе презрение к работе пренебрежение к работе тебя унижают зарплаты а ты также отвечаешь работодателю и вот отношение к работе а выступление на сцене это работа работа они работают там дети работают по серьезному это тоже великий воспитательный момент это освобождение от комплексов отношение к своему телу которого ну молодой человек подросток особенно стесняется своего тела это отношение к собственной психике к устойчивости потому что нас всегда догоняет зажим на сцене и проведя очень много интервью с большими серьезными людьми артистами я всегда помимо всего прочего задавал вопрос который меня очень интересует как избавляться от зажима потому что имея любой опыт вас все равно зажим может нагнать схватить зажать в любой момент существования вашего в эфире на сцене и и ну просто в жизни даже когда вы теряете ту самую способность которая вроде вас есть реактивности способности мыслить в тот момент когда сложно работать ну и так далее все чего лишает вас зажим поэтому поэтому созвездие это воспитывающие 18 18 созвездие мы в этом году 18 лет уже там меня встречают мои девочки студентки или выпускницы они уже мамы скоро будут уже бабушками и поэтому для татарстана выращено целое поколение целая генерация людей прошедших через созвездия это не стоит никаких денег ну к сожалению сейчас мало кто думает о будущем больше говорит о будущем но мало что мало кто думает о нем а думать о будущем это вкладывать средства в будущее в основном все как чукчи которые сажают картошку и тут же ее выкапывают потому что есть хочется вот а надо немножко вкладывать в будущее и в том числе и в созвездие а значит в детей да эта отдача будет не сейчас не через 15 минут не через год но это будет серьезная отдача для республики для страны поэтому я отношусь к созвездию очень серьезно а не просто как человек который приехал посмотреть как дети топают ножками спасибо давайте знать потому что микрофоны соответственно есть и будем передавать пока вопросы созревают дозревают про зажим вы начали говорить это что касается детей прошедших созвездие чуть понятнее да они могут раскрепоститься они учатся этому вот сейчас уже будучи совсем маленькими юными подростками вот как это преодолеть вот скажем зажим перед камерой тем кто не прошел школу созвездия да ну вот сейчас собирается на телевидении собирается в какие-то творческие публичные сферы деятельности есть ли какой-то инструмент вот самораскрепощение ну есть технология раскрепощения я вообще считаю что поскольку я формирую программу для артистов эстрады для режиссеров драматического театра которые работают с артистами то могу вам сказать что вы непременно придете или уже пришли к этому вы будете заниматься мастерством актеров вы никуда не денетесь от этого у вас публичная профессия а публичная профессия требует внутренней свободы потому что вы должны продолжать мыслить и я всегда говорю артистам артист это профессия мужественная потому что когда вы попадаете на сцену или вы попадаете под софиты или вы попадаете под телекамеру у вас у вас естественно происходит закрепощение закрепощение тела закрепощение психики иногда оно выражается в том что начинается какой-то бесконечный словесный поток просто иногда зажим выражается в том что человек зажимается и молчит или очень становится косноязычен затыкается и это это очень видно это заметно со стороны это даже смешно бывает думаю а что тут сложного вот а иногда это выражается в излишней свободе и в потоке слов которые начинают так сказать извергаться бессмысленно сегодня многие телевизионные передачи ведут ребята как правило это или какие-то так сказать КВНщики я сам просто как человек игравший в КВН как-то неловко об этом говорить но это сейчас другие совершенно ребята КВНщики их очень много и они все так сказать переполняют Останкина и все другие телевизионные студии своим присутствием как сценаристы как ведущие как ну как просто как продюсеры как просто ну дайте постоять просто бесконечное какое-то количество вот и в основном попадая в кадр это люди которые как бы всех поражаются смелостью они бесконечно что-то быстро очень что-то говорят очень очень темпераментно вроде бы что-то рассказывают что они говорят они сами не знают но это тоже вот это зажим в такой его обратной форме как от него избавиться технология одна она собственно говоря у разных деятелей искусства с которыми я общался они так сказать одно и то же примерно говорят но в разных каких-то проявлениях для того чтобы избавиться от зажима нужно свое внимание перевести на какой-то другой объект понимаете да нас предательски приковывает внимание вот то от чего бы надо отвлечься да вот стоит человек вот сейчас ему надо идти в кадр да он повторяет какой-то текст и видно что он он зажат он сосредоточен я сейчас пойду вот мне туда перед камерой я выйду я должен сказать вот по возможности надо снять внимание на какой-то другой объект на какой-то другой объект технологии только в этом я разговаривал вы знаете такой есть замечательный артист ну он уже сейчас в возрасте Сергей Юрьевич Юрский знаете да ну не все знают не знаете девочки нет я чувствую что Сергей Юрьевич Юрский наверное вы его видели если кто-то из вас видел старый фильм золотой теленок двенадцать стульев золотой теленок вспоминайте нет ну совсем или эти самые любовь и голуби он а в этом что-то что-то более да ну там вот этого старичка такого с усами ну вот он замечательный совершенно артист очень умный человек образованный вот и у меня было с ним часовое интервью он сейчас я его попробую у него такая странная довольно странная рачевая характерность он вот так примерно говорит очень умный человек я говорю Сергеевич я не могу я от вас зажимаюсь понимаете вот я я чувствую что-то родственное в вас и поэтому мне очень сложно знаете как с зеркалом разговаривать он мне говорит миша бросте это все ерунда значит это все глупости вот и я говорю Сергеевич как вы избавляетесь от зажима он говорит а все очень просто давайте значит давайте встать мы немножко позанимаемся хуже когда сидят да вот хорошо сейчас я вас научу способы Сергея Юрьевича Юрского только знаете сделайте три три четверти поворот в сторону чтобы вы могли сделать шаг вот так чтобы вы не не пошибали друг друга а там кресло поломаете да попробуйте все там три-четыре сделать шаг с любой ноги с правой или с левой вперед да сможете да вернитесь обратно хорошо значит способ он простой правую руку правую руку прекрасно прекрасно не стесняйтесь вы такая красивая поднимите правую руку а не вижу просто не видел значит ага сожмите кулак сожмите кулак а теперь руку опустите вниз вес перенесите на правую ногу перенесите ну у вас есть вес хорошо перенесите его и попробуйте сжать руку вот кулак до боли вот насколько у вас сейчас я скажу когда начинать потому что у некоторых уже перекосилось лицо от боли да да значит сожмете очень сильно кулак технологически я потом объясню что это такое вот когда его очень сильно сожмете да по моей команде и раз вы бросите вот так раз и сделаете шаг вперед и попробуйте проанализировать свои ощущения и так взяли руку правую опустили ее вниз и до боли чтобы вот у кого есть маникюр девочки чтобы прямо впилось сюда в ладошку чтобы стало больно и раз и шаг вернулись проанализируйте свои ощущения значит это то же самое технологически это когда вы сжимаете кулак и вам здесь больно ваше все внимание или большая его часть доминанта вашего внимания сосредотачивается здесь то есть по возможности здесь происходит и когда вы бросаете вы как бы сбрасываете и делаете этот шаг и вот попробуйте проанализировать будет такой небольшой прилив прилив вот это момент свободы ну то есть я часто использую это упражнение когда вот уже когда идет отсчет знаете как космический корабль да девять восемь семь там эфир а я работал очень много в прямом эфире страшнее ничего не бывает тот кто прошел прямой эфир ему уже ничего не страшно потому что запись но все-таки там можно что-то поправить в прямом эфире как в жизни ничего нельзя поправить поэтому когда вы сбросили вот это и пошел туда вот этот момент вот эта секунда освобождения прилив крови к головному мозгу это и есть момент свободы и вот хорошо когда там восемь девять десять семь пять четыре три два один эфир но бросил и пошел добрый вечер дорогие друзья и момент вот это вот этот момент свободы попробуйте проанализировать еще разочек сделали подняли руку кулачок опустили вес перенесли на правую ногу и сжали по возможности закройте глаза сосредоточьте там все весь вас зажим все ваше проклятое прошлое все недоделанные невыученные тексты все недоделанную работу вот туда загнать это в кулак в боль и раз бросили шаг поднимите руки кто что-нибудь хотя бы почувствовал спасибо женщины я знал что вы что вы что вы меня поддержите в принципе это технология технология освобождения если вы чувствуете что у вас настиг зажим во первых это не патология это не патология вы молодые люди вы можете это счесть за патологическое отклонение о боже моя такая дура что у меня все время зажим я чего-то не могу говорить нет это не патология патология когда не может человек избавиться от зажима а то что зажим настигает всех даже очень крупных мастеров это естественно не естественно не избавиться от него вот что страшно и просто опытные люди они это делают быстро и так что вы не замечаете а зажим это естественно поэтому иногда просто человек вас вы просто заметите если будете профессионально смотреть когда человек оказывается ваш визави зажатым то он или значит что то внимание уводит на другое и через это освобождается так что технология любого снятия зажима именно в этом вопрос пожалуйста что я вот сейчас смотрю на вас и вижу себя потому что я тоже начинал со студии детского телевидения и где-то через год понял что это мое и я не могу без этого жить и сейчас я вообще себя не вижу нигде кроме телевидения и в тот момент спасибо моим родителям которые меня поддержали и вопрос такой на каком этапе ваши родители поняли что вы болеете телевидением и как они к этому отнеслись вообще спасибо большое вы знаете у меня семейные отношения очень сложные вообще в нашей семье так складывается и моя жизнь так складывается к сожалению но у меня родители разошлись когда мне было 12 лет поэтому еще меня в на телевидении вас не восстанкина это было шаболовка на шаболовку меня еще возила мама вот а папа не работал в большом театре поэтому мне было очень сложно я зачастую мне не хватало как раз внимание родительского я сам искал знаете вот как щенок ищет так сказать где молоко налито я сам искал как мне себя реализовать и был страшно закомплексованный хотя сейчас когда я смотрю на фотографии когда я был в студенческом театре у меня сейчас нет таких героев с такими данными я бы сюда всем взял такого парня жалко что здесь нет материала такого я был высокий кудрявый музыкальный ну так ну мне казалось что я совершенно какой-то наверное вы знаете молодые люди очень часто закомплексованы более закомплексованных людей чем молодые красивые артистки я не видел кажется вообще женщина ну просто в пара цветения весь мир у ее в ног ей только мигнуть глазом и все принесут а на самом деле там внутренних комплексов выше крыш это странно поэтому в этот момент молодому человеку очень важно понять что он есть такое сам к сожалению я такой помощи от своих родителей они меня просто любили и кормили пока оказывается этого мало вот и мне это очень не хватало потом мне приходилось все на наверстывать я пришел в театре учащения Мещукина в 28 лет хорошо что там набирали актерско-режиссерский курс я попал туда сразу а так бы вот я даже не знаю чем со мной было может быть я стал олигархом или бандитом каким-нибудь не знаю но вы знаете если в тебе что-то заложено ну как хотите называть способности талант предрасположенность ну вот ты чувствуешь тебя изнутри что-то вот просто растет в тебе и ширится если это не реализовать это может разорвать человека изнутри и я не знаю чем со мной было я просто не знаю я с ужасом думаю как бы сложилась моя жизнь я себя каким-то ну просто не знаю ну может я способный к этому был и люди замечали и просто мне говорили вот иди туда почему бы тебя в Щукинское училище не посадили мне? это вы мне сказали? если бы мне сказал Евгений Рубенович Симонов главный режиссер театра Вахтанга он был руководителем нашей режиссерской группы если бы он мне сказал что когда-нибудь я буду занимать то кресло в котором он сидел кресло заведующего кафедры режиссуры ну то что я понял бы что он просто тронулся умом это сразу я бы понял но то что это явно не ко мне относится это я бы понял сразу а кафедра эстрады которой я заведую я туда приходил как-то и стоял внизу в ГИТИСе я просто не знал у кого спросить просто я хотел туда как-то попасть поступить а теперь я занимаю место Яким Георгиевича Шарова я иногда думаю что это ну просто какая-то вот странная история хотя в этом есть наверное какая-то и закономерность потому что сегодня я на какое-то время мне предоставлено теперь право временно ничего тут вечного нету под луной ну вот я теперь определяю кому надо учиться кому не надо учиться кто талантливый кто не талантливый вот вот эту девочку я взял на свой курс она правда потом в силу семейных обстоятельств не у меня училась но все равно я считаю что она способная девочка АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТО Добрый день меня зовут Юля я первокурсница ТВ и вы сказали о том что ведете русское лото уже 23 года и это мне кажется достаточно для того чтобы вы стали лицом этой программы у вас никогда не возникало какого-то неприятного чувства что возможно люди которые проигрывают эти проигрыши ассоциируют с вами нет вы знаете ни разу я с 96 года езжу на машине а передачу веду с 94 да и часто поскольку в маске пробки я иногда на метро езжу в щукинское училище мне там по прямой близко вот ни разу на меня никто не напал меня не избили ни разу не плюнули в лицо не оскорбили ничего как раз у людей я ассоциируюсь с тем что я даю не забираю я не представляю налоговые органы или там какие-то те которые отбирают у людей что-то вот я наоборот у них ассоциируюсь с тем что они получают и им дают вот поэтому вот я говорю вчера в казани вот я прошелся по улице бауман мне там нужно было кое-что купить так вот вчера как-то я понял что казань играет во все да добрый день меня зовут Кристина хотела вам два вопроса такие задать вы во-первых сказали что на телевидении у вас 55-летний стаж ну и вы взглавляете кафедру в том числе эстрады вот такой вопрос вас не ужасают с таким опытом процессы которые происходят сейчас на телевидении которые просто становятся ну отмирающим таким организмом и на эстраде и второй вопрос вы уже сказали что вам нужно как бы уметь определять талант вот в том числе и на созвездии и на ваш мистера вот как у вас это ёкает то есть мурашки у вас появляются или вот как вы можете определить что это действительно талант перед вами ну начнем с первого вопроса вы уточните что вы имеете в виду вот я не очень понимаю имеется в виду что вот вы даже говорили что во время работы в квн у вас были прямой эфир вы могли сказать все что хотите сейчас такой картины не наблюдается в принципе телевидение такое достаточно зацензурированный орган вот в этом плане как не ужасает ли вас процессы которые происходят на современном телевидении в плане отсутствия свободы ну в основном меня телевидение огорчает конечно больше всего меня огорчает то что она обращена к обывателю в силу того что нужны рейтинги нужен нужна доля вот и доля это прямо скажем не очень веселая вот меня огорчает интонация знаете такого смеха не по делу просто вот и иронии вообще все разъедающие иронии вот такая веселуха идет вот последнее время меня огорчают все программы политические ток-шоу потому что они очень агрессивны и демонстрирует абсолютно без культуре и абсолютно невоспитанность и главное нежелание слышать друг друга вот эти люди которые бесконечно я тоже очень часто приглашают в различного рода ток-шоу и я ну последний год просто отказываюсь потому что я несколько раз как бы приходил даже когда обсуждались те проблемы в которых я являюсь неким ну информированным человеком но просто бесконечный крик людей которые не слышат друг друга не слышат аргументации совершенно истеричная публика которая собрана это очень огорчительно цензура сейчас намного жестче чем даже в советское время когда ну был такой начальник госкомитета по радиовещанию и телевидению лапин вот этот период назывался на телевидении столапинщины не столыпинщины а столапинщины вот и сейчас намного жестче порой просто так сказать человеку отказывают и в появлении на телеэкране и не объясняют почему и наверное это наверное ну настолько все серьезно ну видите в тридцатые годы можно было поплатиться жизнью за печатное слово как мандельштаб сегодня печатное слово никого не интересует оно ничего не решает поэтому в газете вы можете напечатать что угодно но сегодня электоральные каналы это политические каналы поэтому они решают судьбу выборов поэтому там очень жесткая цензура на мой взгляд хотя в общем она не оглашена но самоцензура есть еще поэтому все прочее ну конечно это огорчительно огорчительно и сегодня проблема журналиста мне кажется не только в том насколько профессионально найти и подать информацию сколько просто как остаться порядочным честным человеком при всем при том чем ты занимаешься вот не знаю насколько я понял ваш вопрос вы имеете ввиду это ну наверное это как назвать это все таки искусством телевидения или средством массовой информации мне кажется мы склоняемся в сторону искусства потому что средство массовой информации оно становится прямо скажем ну не очень интересным мне кажется выросло целое поколение молодой которые с гордостью говорят я не смотрю телевизор потом интернет конкурирует интернет гораздо более информирован и гораздо более подвижен сюжеты телевизионные информационные очень тенденциозные очень просеянные очень отобранные зачастую они сбивают только с толку мне кажется глядя на телевизор можно подумать что ты живешь в другой стране если ты ездишь по стране ты видишь совсем другое оно дезинформирует не только информирует но и дезинформирует поэтому я смотрю только спортивные программы и для того чтобы разговаривать со студентами иногда так просматриваю что-то из шоу-бизнеса недолго потому что смотреть трудно и и программы политические тоже не могу долго смотреть потому что очень сильно кричат и очень агрессивно мне кажется что это ужасно нельзя так такую интонацию просто взяли политические обозреватели причем умные люди и соловьев это же умные информированные люди ну вот сегодня такая политическая тенденция ну вот относительно второго вашего вопроса тоже уточните вот вы сказали что на вашем так скажем основном месте работы в качестве завкафедры вам приходится определять теперь вот перед вами талант или не талант и в том числе как член жюри созвездия вы тоже должны оценивать талант или не талант вот как вы эту меру для себя определяете то есть вот например ребенок танцует поет у вас идут мурашки или там ну вот как вы для себя это определяете что вот этот человек достоин там учиться или дальше идти вы представляете сколько у меня должно быть мурашек за 18 лет в каком количестве они должны пройти через меня мурашки нет ну мурашки здесь ни при чем и я думаю что нельзя так ортодоксально судить знаете талант или не талант есть еще промежуточные какие-то это уж прям такие крайние краски спектра зачем есть способный человек есть одаренный человек есть человек обладающий материалом которого надо учить я ведь здесь на созвездии отбираю людей которые потом поступают к нам в ГИТИС на эстрадный факультет мы уже подготовили не одно поколение артистов для Татарстана и очень жалко что пока руководство Татарстана не выделило театр помещение для театра в котором бы эти все талантливые люди могли бы быть собраны и они многие скитаются по свету многие в Москве по кастингам многие здесь не прикаяны потому что драматический театр у вас много лет возглавляет Славутский то есть ему эти ребята не нужны в театре юного зрителя тоже не находит себе места в театре Камала тоже а куда им деваться нужен молодежный театр музыкально молодежный театр и можно было бы сделать это на очень высоком уровне можно было просто сделать театр не знаю там очень высокого международного уровня ну вот выпускник моего курса Рузель Гатин сейчас поет в театре Ля Скала вы представьте себе он солист театра Ля Скала выпускник эстрадного факультета мальчика из Казани который приехал мы выучили его и вот он теперь пел в Словении и так далее и таких ребят очень много и странно что в Казани нельзя найти одно помещение где собрать все эти таланты правда ведь это же на удивление уже просто поколение было бы уже старшее поколение в театре среднее дети вот теперь относительно того как вот мурашки там бегают когда ты смотришь на человека ну вот вам надо прийти и посмотреть интересно вчера был кстати вот глава вашего телевидения вашего телеканала и мы с ним рядом сидели и я ему говорю вот Ильша ты ну скажите вот сейчас танцует большой коллектив ну там 20 человек на сцене сколько бы вы не пытались да так устроен человеческий глаз что все равно рано или поздно среди всех танцующих девушек вы все равно выберете одну и через нее будете воспринимать то что делают все то есть у вас будет работать периферическое зрение и будет работать все равно избирательно глаз доминанта вашего внимания будет на какой-то девушке и у меня здесь уже появилась девушка через которую я воспринимаю я не буду говорить кто это вот среди вас все равно есть человек на которого я все равно периодически смотрю и через него я воспринимаю большую часть информации он говорит да сейчас посмотрим ну я говорю кто вот он смотрел вот это я вот видите это ваш стереотип вот вы через нее смотрите очень часто глядя на многих мы выделяем значит одного через который воспринимать по какому принципу вот скажите как вы думаете по какому принципу мужчина в первую очередь оценивает приближающиеся к нему женщину привлекатель а что такое привлекатель ну вы еще не успеете просмотреть внешние данные у нас я уверен что процентов 30 или 40 мужского населения не признают собственную жену на расстоянии там 60-80 метров я серьезно говорю многие да я на телевидении иногда у меня бывает там экспресс интервью с тем с кем я играю говорю ну кстати а как зовут вашу жену Оля вот уже эта пауза требует развода сразу понимаете да потому что мы не задумываемся над этим это серьезно так вот первое качество по которым мы определяем вот восприятие женского существа это грациозность то есть гармоничность движения гармоничность и естественность движения мы внутренне это отмечаем абсолютно физиологически ну и что такое талант Евгений Багратионович Вахтангов а я представитель Вахтанговской школы Щукинское училище это Вахтанговская школа значит следующую градацию ввел значит что такое норма или посредственность это когда артист в данном случае артист талантливый артист посредственный артист это тот кто сознательно накапливает информацию сознательно ее из мира накапливает и осознанно ее отдает понимаете да кто такой что такое одаренность это когда бессознательно накапливает информацию знаете есть люди которые откуда ты это скажешь из воздуха есть люди которые информацию получают как будто бы из воздуха вот бессознательно собирает информацию и сознательно осмысленно ее отдает зритель а талант это тот кто бессознательно Собирает и бессознательно ее выбрасывает, отдаёт. Вот иногда смотришь на сцену, 20-15 человек танцуешь. Во-первых, ты выбираешь одного. Потом ты видишь гармоничность движений, то есть грациозность. И во-вторых, ты видишь абсолютно свободу. В связи с этим абсолютно свободный человек. Когда он вот прямо светится от того, что он разбрасывает вот эту бессознательно набранную им информацию. Вот это и есть талант. Помимо всего прочего, этого еще мало. Потому что есть обаяние. Ну то есть обаяние. Знаете, что такое обаяние? Обаяние – это когда на человека приятно смотреть. Он притягивает, и ты на него смотришь. Причем хочешь ты, не хочешь, ты на него смотришь. Бывают такие, это для вас обаятельно. Бывают такие женщины, что вот просто смотришь на нее, как у нее глазки хлопают, как у нее губы шевелятся, как у нее волосики там. Просто смотришь и все. Вот бывают такие женщины, бывают такие артистки, бывают такие. Кстати, обаяние может быть отрицательным. Отрицательным. Зло тоже обаятельно. Сатана был самым любимым у создателя. Правильно? Знаете, почему все студенты плюют через левое плечо? Вы плюете через левое плечо? Бывает так. Чтобы не сглазить. Ну, ты так хорошо выглядишь. Почему через левое? Потому что ближе к сердцу. Здесь у создателя сидел сатана. Зло очень обаятельно. Злодеев в кино, в театре должны играть очень обаятельные артисты. Обаятельные. Злодеев. Потому что хочется на них смотреть. Вот. Так есть еще обаяние. Это кроме, кроме вот грациозности. Кроме гармоничности движений. Кроме бессознательного рассеивания какой-то информации. Я всегда, знаете, вот когда я набираю курс, а я, кстати, буду набирать курс в этом году. Приходите, кто еще, значит, сумасшедшие есть, приходите. Так вот, есть педагоги, которые на первых этапах доверяют прослушиванию ассистентам. Ну, когда идут случайные люди, сумасшедшие. Я всегда смотрю наоборот сначала. Потому что сумасшедшие и талантливые – это очень близко. Я несколько раз ошибался. И действительно человек оказывался сумасшедшим. Потом пришлось расставаться с помощью медицинских органов различного рода. Но талантливые и сумасшедшие – это очень близко. Это очень рядом. Вот. Ну, кроме этого, еще есть темперамент. Знаете, что такое темперамент? Ну, что такое темперамент? Как вы считаете? Это особенность характера. Что-что? Особенность? Характер, да. А в чем эта особенность? Как вас зовут? Адель. Адель, а в чем особенность характера? Потому что она индивидуальна и проявляет какую-то внутреннюю силу. Да. Энергия. Какая энергия? Так вот, темпераментный человек – это человек, который… В жизни темпераментный, я имею в виду. Который в силу действительно природных качеств включает в себя полностью, полностью. всю, все, 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 что у него есть. Нервную систему, мозг, сердце, давление, не знаю, зрение, слух, включает проблему, которая возникает. И мы сразу говорим, человек очень темпераментный. Он воспламеняется сразу от обстоятельств жизни. И включается. Вот у вас, у каждой наверняка есть подруга. Подруга одна, как правило, или там друг, к которому, или к которой вы идете тогда, когда вам плохо. Или у вас что-то случается. Почему? Потому что у нее темперамент. Да, вы приходите, она открывает, говорит, так, Адель, он опять тебя обидел. Так, хорошо, сейчас мы ему позвоним. Собирай, заходи, садись, ешь. Сейчас я ему позвоню. И она включается в ваши проблемы. Это и есть темперамент. Чего ей до ваших проблем-то? Правильно? Ну она включается в них. А актер просто должен обладать, артист должен обладать темпераментом. Потому что он все время в чужих обстоятельствах. Что я играю в Гамлета? Что мне, что его мама вышла замуж за дядю? Чего мне это? Это же не моя мама и не мой дядя. А он включает в себя самого свою нервную систему. Я вижу, что он волнуется по поводу чужих обстоятельств, как по поводу своих. Это и есть артист. Значит, еще есть и темперамент. Ну и много еще критериев, которые, глядя профессиональных критериев, глядят на человека, который или поет, или танцует. Я вообще, когда женщина танцует, я могу поставить диагноз просто. Ну как врач-сексопатолог могу поставить диагноз. Вот что эта женщина из себя представляет с точки зрения интимной жизни. Вот так. В танце все проявляется. Все проявляется. А когда поет или читает стихи, или там литературу, то тут все тоже видно. Есть ли темперамент, есть ли фантазия, эмоционально подвижно. Там же почему мы просим, прочитайте там прозаический отрывок или стихотворение. Потому что там чужие проблемы. И если вы можете себя в них включить, да, то тогда вы можете быть артисткой. А так, ну что там? Текст что ли рассказать? Текст не нужен. По прыгуни, стрекоза, лето, красное пропело, оглянуться не успело. Чего мне? Текст не нужен. А вот если вас беспокоит эта проблема этой стрекозы и этого муравья циничного, который на порог не был. За что? Что она сделала такого? Девочка лето красное пропела. Да вас тут половину расстрелять тогда надо. Помертвела чисто поле. Злой тоской удручена к муравью ползет она. А он говорит, ах ты пела! Это дело! Это Иван Андреевич Крылов написал, между прочим. А он, между прочим, был христианином. А вообще это по-христиански? За что? Ну, даже если она, ну, девочка лето, ну, пропела. Ну, она стрекоза, ну, она хорошенькая, молодая. А он ее, и он говорит, и на мороз ее, она же погибнет. Она же погибнет. Из-за чего? Это по-христиански? И не простить? Да это, я не знаю, что это такое. Ну, и так далее. Тогда я понимаю, что это артист, если он может себя включить в эти проблемы, если он может так оценить это все, если он сопереживает. переживает. Так что здесь критериев очень много. А не просто там, мурашки там побежали, ты ее поймал, и говоришь, о, здесь мурашка, это хороший, берем. Спасибо. Значит, вот так случилось, что час реально прилетел. Нет, нет, нет. Единственное, я вот под вопрос еще просто вот напрашивался, а я правильно услышал, вот, что, вот все, что вы сейчас говорили о творчестве, об искусстве, это в равной степени касается, в общем, и тележурналистов, и тех людей, которые хотят свои мысли донести с темпераментом, с темпераментом, с доверием очень высоким, ну, те, кто это принять должен, эту мысль, да, вот все эти качества, все вот эти вот индивидуальности, они должны присутствовать и в журналисте, чтобы мы могли его назвать талантливым. Вы знаете, я боюсь, что если вы последуете моему совету и будете выявлять свое, свой темперамент по отношению к тем событиям, которые вы будете освещать, то вы лишитесь работы просто. Я серьезно говорю. К сожалению, сейчас затребована посредственность. Посредственность. Талантливым человеку очень сложно. Мне кажется, что по стечению обстоятельств, предположим, такой одаренный человек, как Ваня Органт, он не должен был сейчас работать на телевидении по своим качествам. Во-первых, он образованный. Во-вторых, он остроумный. Он с юмором очень серьезным. Он грамотный, музыкально одаренный. У него очень много качеств. Он, по идее, бы не должен быть на телевидении. Понимаете, да? Потому что посредственность или циничная... Или циничная... Как бы это сказать? Вот такой циничный злодей тоже нужен. Особенно для ток-шоу. А культурный, образованный человек... Ведь не знаю, я тоже вот в Казани у меня нету времени. Особенно я прошелся вчера, я нигде не видел объявления. Требуется для телевидения образованный, грамотный, обаятельный, патриотичный человек, молодой человек для работы на нашем телеканале. Где это написано? Поэтому, если вы все это будете выявлять, вы можете остаться без работы. Скажут, нет, ну вообще так, парень, ничего, ну нам не надо этого. Зачем нам эти неприятности? Поэтому Бог его знает. Ну, может быть, что-то переменится, ведь не может все оставаться постоянным. Что-то ведь меняется должно. и вот в эпоху перемен, хотя Конпуций говорил, не дай бог жить в эпоху перемен, но вот как раз в эпоху перемен нужны были люди. Нужны были люди. Вот был такой момент, настал, когда нужны были люди грамотные, образованные, потому что некогда было громотежку постигать. Уже должен был прийти человек готовый. Свободные, одаренные, умеющие, понимающие жанр, в котором они работают. Ну, может быть, и вам в этом смысле повезет, потому что телеведущий, тележурналист, это человек, который создает драматургию, передачи из ничего. Ну, то бишь, из того, что вот есть здесь сейчас сию секунду. вот это не понимают вот эти многие, ну, я так условно говорю, КВНщики, которые выскакивают и что-то очень быстро и нахально говорят. Потому что надо создавать драматургию передач. Я работаю 23 года в эфире, все, что мне пишут, я практически сразу откладываю в сторону. Ну, мне пишут там канву, но говорить я должен сам, оценивать я должен сам, реагировать я должен сам и создавать драматургию здесь, сейчас на ходу. Это, знаете, как, вы паучка видели, вот, паучок, когда ползет, он вот что-то такое там собирает, а потом у него из попки такая ниточка идет. И вот он из нее вяжет эту самую свою сеть. Вот так, это и есть телеведущий. Сейчас, здесь, сию секунду, для этого надо быть свободным. Именно поэтому нужно быть свободным. Потому что надо видеть, слышать, понимать, реагировать. И из этого еще вот, чтобы ниточка сзади вот эта шла, драматургическая, сейчас здесь. Потому что никто не сможет вам написать заранее, заранее то, что будет происходить. Очень многие хорошие артисты проваливались на телевидении, потому что они хотели заранее, они выучивали текст. А текст уже не совпадает с тем, что реально предлагает жизнь. Поэтому надо реагировать. И не просто реагировать на что-то, а из этого составлять драматургические конструкции. Для этого надо понимать, что такое драматургический конфликт. Надо заниматься анализом произведения литературного, для того, чтобы понять, как оно создается. Что для этого нужно? Не просто там увидел прикольно, а ты же телеведущий, значит, ты должен проанализировать мгновенно, расщепить, понять конструкцию и составить новое нечто, нечто новое, что и является драматургией передачи. Потому что иначе смотреть не будут. и самое слабое место сегодня на телевидении, вот в этом может быть и вы можете себе здесь как бы найти применение, если у вас такая родинка есть, или такой, ну как бы сказать, ну такое место в голове есть, это креатив. То бишь умение придумывать. К сожалению, у нас ведь в 60-е годы нарождалось очень интересное телевидение. Мы все время искали новые передачи, новые программы. Не знаю, Ворошилов создавал новые передачи. Сейчас осталось от него что, где, когда. Это же беспрецедентно. Такой передачи нет во всем мире. Нет передачи КВН. Кстати, русское лото, которое я веду, оно сейчас, к сожалению, превратилось в технический розыгрыш, но в 90-е годы, когда мы его придумали, это была креативная передача. Этого нету. Поверьте мне, как-то приехал человек из Америки, он в Лас-Вегасе работает. Он, как раз он придумал и запустил на телевидении Колесо Фортуны. Вот то, что Леня Якубович ведет. И он мне говорит, это ты придумал? Я говорю, да. Все, поехали в Лас-Вегас. Я поставлю тебя, ты будешь там работать, потому что это невозможно. Американцы не могут себе представить, что рукой, сам. Ну, у нас все рычаг, это ты сам, ты будешь там один, и я буду, ты будешь там, я говорю, я не могу, я, знаете, как это, как артисты говорят, меня приглашают в Голливуд, я не могу, у меня елки. Вот я говорю, я не могу, у меня ежедневная, еженедельная передача. Я вообще 24 года не уезжаю из Москвы дольше, чем на 4 дня. Если я в отпуск, я каждую субботу прилетаю там, или приезжаю на телевидение. Потому что это доминая печь, которая не задувается. Так вот, креатив самое слабое место, потому что в основном передачи лицензионные, легче купить и запустить у себя какой-нибудь голос и ходят с такими важными лицами там Аксюта, успех нашего проекта. Да было бы странно, чтобы не было успеха. Он уже в 30 странах прошел этот голос и везде имел успех. Чего вы там ноздри раздуваете-то? Конечно. Вы придумайте что-нибудь свое и продайте за границу, вот будет интересно. Ну это все, приходишь и говорят, да не, ну не надо, старик, ну у нас все, не надо. Вот креатив это очень слабо, плохо придумывают. Стандартное стереотипное мышление. А это и есть провинциальность. Когда я могу себе позволить здесь повторить то, что Петросян там сказал, это и есть провинциальность. То есть, вот это превращает нас в провинцию. А вообще у нас очень интересные люди, которые могли бы придумать черти чего на телевидении. Вот. А мы пристроились вот к этой лицензионной соске и все оттуда высасываем. Вот это печально. Так что, если будет возможность, придумывайте что-то новое. Придумывайте что-то новое. Хотя бы что-то, хотя бы это чуть-чуть. Я просто вам советую, воспитывайте в себе некое упрямство людей, которые не могут себе позволить делать так, как делают все и так, как делается всегда. Потому что это ужасно. И как это всегда воспринимается? Первое, что взгляните на то, что вам предлагают и не позволяйте себе повторять зады и чужие. Давайте так сделаем, как на телевидении в Москве это делают. Что там делают-то? Вы здесь можете придумать гораздо более интересное что-то. Даже в любой новостейной программе. Еще раз говорю, это чревато тем, что вас могут не пустить в эфир. Но может быть, раз не пустят, два не пустят. А потом скажут, слушай, а этот парень ведь интересный такой. Может быть, дайте ему что-то сделать все-таки вдруг. Ну, а потом какие-то обязательно времена переменятся. И опять потребуются умные, креативные, неожиданно мыслящие, образованные, предрасположенные к этому странному полуискусству, полусредству информации, телевидению. И тогда, может быть, вы пригодитесь со всеми вашими способностями. Вот. Спасибо, что вы так долго слушали меня. Собственно говоря, это приятно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok